ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У магазина была церковь и массивные камни его стен от той самой церкви. В следующем году ему будет 50 лет. Правда ли, что цены одни на цветы, а 8 марта они другие? Ну, я бы не сказала, что это так до конца, да, но все-таки на части ассортимента, к сожалению, в Голландии поднимают цены. Соответственно, в принципе, все цветочники вынуждены поднять на некоторую часть ассортимента цены, но далеко не на все. Какие самые популярные цветы покупают на 8 марта? И меняется ли эта мода как-то с годами? С годами мода, конечно, меняется. Все-таки люди стали более к редким цветам проявлять интерес. Конечно, на первом месте идет тюльпаны, розы. Очень актуально мимоза, да, весеннее такое настроение создает. Но все-таки со временем, со временем больше мужчин стали искать для своих любимых женщин что-то экзотическое, да, ну, к примеру, такие цветы, которые очень редко бывают, и стали меньше брать хоризонтему. Проверяем цены. 6 марта в этом магазине тюльпаны по 1 евро, розы от евро до 7. Посмотрим, изменится ли что-то 8 или нет. Объезжая разные места 6 марта, мы не увидели особого ажиотажа. Разве что где-то подвозили дополнительные цветы. Цены 6 марта не сильно отличались в разных местах. Еще одно знаковое место, где можно купить цветы в Таллине – это киоски возле Вируских ворот. Особенность его в том, что здесь цветы продаются круглосуточно. Ходит много разговоров о том, что все это дело закроют, но пока такая возможность есть. Тем не менее, есть люди, которые уже 6-го числа решили озаботиться покупкой цветов. Вы готовитесь к 8 марта? Да, готовимся. Каким образом? Ну вот, цветы покупаем. То есть уже 6-го вы заказываете? Ну да, в общем-то. Много берете? Сколько любимых женщин и девушек вам надо поздравить? Много. И вот настал тот день, которого боялись многие мужчины и ждали многие женщины – 8 марта. И мы, как обещали, решили в этот день проверить, как обстоят дела на местах продажи цветов. Рабочий день 8 марта у продавцов цветов начинается рано и заканчивается поздно. Я работаю уже 25 лет с цветами. Зовут меня Тамара. А какие цветы берут чаще всего? Ну, в основном тюльпаны, конечно. Потому что это символика 8 марта женского дня – это тюльпаны. А бытует миф, что 8 марта цены на цветы повышаются. Это правда или нет? Ну, нет. У нас, например, такая же самая цена. Ну и, конечно же, основные покупатели цветов – это мужчины, которые спешат поздравить своих любимых, да и просто знакомых женщин. Поздравили сегодня кого-нибудь? Да. Каким образом? Дочку. Цветами? Конечно. А вы цветы покупаете 8 марта или заранее? Нет. Я вот сегодня шел. Ну, сейчас другой женщине пойду поздравить. Женщин много. Много женщин у вас? Ну да, холостой. И сейчас начну поздравлять. Много, ну, не одну сотню, честно скажу. То есть у вас такая работа? Контакт данных нет, просто много знакомых. Я общительный человек, коммуникабельный. И люблю, уважаю, ценю и дорожу женщинами. И потому поздравляю. Мелочи приятные. Где-то СМСки, где-то при встрече. Вот сейчас даже оставил в банке. Благодарность за хорошее обслуживание и с праздником. Ну, работницы банка. У вас есть какое-то конкретное место, где вы всегда покупаете цветы или вы предпочитаете разные? Ну, в общем-то, стараюсь на улице Виру. Там красиво, там как-то богатый выбор, качество. Ну, я там рядом работаю. И, ну, лучше там, на мой взгляд. Хотя полгорода туда едет. Сейчас там столпотворение, больше, чем уверен. В некоторых точках покупателей немного, а в некоторых, которые находятся рядом, много. У самих клиентов на этот счет свои аргументы. Цветы хорошие, продавцы красивые. Как и обещали, мы заглянули в места, куда приходили 6-го числа. В частности, в магазин «Канники». 8 марта у продавцов цветов есть вообще перерыв на обед? Нету. А в какие временные отрезки людей приходит больше? Ну, я же говорю, как трамвай придет. С 7 до 11 вечера. С 7 утра до 11 вечера. А бывает такое, что вот к середине дня все разобрали и цветов не хватает? Конечно, бывает. У нас сегодня второй раз уже цветы завозят. И бытует мнение, что 8 марта – это такой праздник для русскоязычных жителей. Национальная составляющая какая? 50 на 50. Сейчас просто это первый заход. Поеду в ту сторону, в ту часть города, потом еще вернусь. А как вы подходите к выбору цветов? Доверяете флористам? Или у вас есть уже конкретные пожелания? Ну, наверное, все-таки уже, как бы, я понимаю, какие цветы смотрятся лучше. И спросил, какие лучше стоят. И какие? Ну, вот такие розовые в сочетании с такими интересными двухсветными розами обещали, чтобы стоять хорошо. Мы снимали наш репортаж в полдень. Самая толкучка в это время была возле вируских ворот. Я покупаю на 8 марта своей жене, хотя я ей дарю цветы регулярно. Больше всего люблю покупать здесь. Здесь самые свежие и самые приятные цветы. 8 марта перед вирускими воротами столпотворение. Подходить к продавцам бессмысленно, потому что они все заняты работой. Как оказалось, версия о том, что 8 марта резко поднимаются цены на цветы, не подтвердилась. Но мы узнали другой любопытный момент. Некоторые постоянные продавцы цветов жаловались, что 8 марта торговать цветами даже начинают люди, которые в остальные дни продают совершенно другие вещи, ну и составляют конкуренцию.